Онлайн-шутеры Онлайн-шутеры И только один сын пришел к успеху Хотя вроде в паладинов тоже довольно много людей играет Но не только ради исторических справок мы сегодня здесь собрались Как вы уже поняли, поговорим мы в этом видео о новом ММО-шутере под названием City Battle Строить обзор я буду опираясь исключительно на свои эмоции, полученные за пару вечерков, проведенных за этой игрой Цель захвачена Итак, City Battle — это командный шутер с упором на стратегию Где вас кидают в виртуальный мир, поделенный на регионы Европейский, Азиатский и так далее В каждом регионе есть свои города, в которых вы поселяетесь и сражаетесь против других городов И тем самым поднимая рейтинг своего Режимы игры тут все очень хорошо вам знакомы Но они с небольшими изменениями Например, тут есть режим, где вы сначала отхватываете точку Потом появляется парочка мобов, которые движутся к реактору противника, который защищен турелями И сносят его Вы эти турели в теории тоже можете снести, но... Но вы не сможете City Battle бесплатно, но со справедливой монетизацией Тут нет лутбоксов, нет усилиалок за деньги И идет одновременная прокачка всех классов За деньги можно купить лишь премиум аккаунт с усиленным опытом и косметикой И да, это лишь закрытый бета-тест, поэтому у нас тут внезапно только рейтинговая игра И смиритесь, эта водяная надпись будет преследовать вас все видео Классы! Их тут представлено четыре Фантом, Страж, Техник и Штурмовик Но! У каждого из них имеется несколько вариантов оружия и своя личная прокачка Тем самым, прокачивая аккаунт, вы прокачиваете сразу всех своих героев И затачиваете каждого индивидуально под разные цели И это очень сильно меняет стиль игры Коли персонажей здесь немного, то давайте поговорим про каждого Начну с того, кто мне зашел больше всего Техник Игравшие в Overwatch сразу признают в ней Ану, но это не совсем так Есть отличия Например, помимо отхила пушкой, она обладает также обычной хилкой, работающей по прожиму кнопки И тем самым тебе не надо целиться А то у меня почти всегда получается вот такое Также техник умеет телепортироваться к своим союзникам для отхила И работает это на довольно больших дистанциях и даже сквозь стены Меня это спасало из опасных ситуаций Также она имеет импульс, отталкивающий противников и сферы Это ваш ресурс, который откатывает скиллы Дальше идет страж Это танк, тут и добавить нечего Ну разве что это самый легкий персонаж в игре Стоите себе с миниганом, который можно раскручивать для скорострельности И прожимаете щиты, чтобы вас не убили Убойная мощь у него бешеная Пулемет убивает все Абсолютно все А уж если рядом с вами еще бегает техник и хилит вас То все Это комба для победы стопроцентная Кстати, да, это уже вопрос баланса Потому что техник хилит ну просто по-невозможному Не убив его, вы никогда не доберетесь до стража А она еще и тпшится постоянно и может вас откидывать Да и хилка работает чуть ли не с полкарты Страж может также создавать ударную волну вокруг себя Или же рывком ворваться в бой, протараня противников Штурмовик Это нечто летающее, обстреливающее вас из гранатомета И герой, который мне меньше всего понравился Не мое это, играть в мини-игру уверонесят снайперы Потому что вы единственные, кого всегда хорошо видно Потому что вы парите над битвой Штурмовик может запускать снаряд, затягивающий и оглушающий противников А также наносящий урон по области А еще вы можете спикировать прямо на головы своих врагов и раздавить их Фантом Наверное, самый сложный персонаж Но в то же время и самый опасный в правильных руках На вооружении у вас тут имеется телепорт, который работает на довольно большие расстояния И аналог рейлгана В общем-то, это у нас снайпер, как вы уже поняли Продержавшись 5 секунд без повреждений, вы уходите в инвиз Также у вас есть сканер, позволяющий палить других инвизеров рядом с вами И мина, дабы подлавливать противника, а затем добивать Ну и что же хочется сказать в оконцовке всего Увидев, что игра разрабатывается русской командой разработчиков, я обрадовался Сильно обрадовался И побежал тоннами поглощать информацию по ней Сити Баттл разрабатывается компанией Рикор И в своих дневниках разработчики говорили, что вдохновлялись они в первую очередь Тим Фортресом Все привыкли, что к бета-тестированию игра уже фактически готова, но здесь не так Звуки в игре блеклые, музыка присутствует только в главном меню В сражениях иногда просто непонятно, что тебя лупит со спины И ты как ненормальный крутишься и пытаешься отыскать обидчика Также необходимо откалибровать баланс в игре Потому что, как я уже сказал ранее, комбо-страж и техник — это практически победа для вашей команды Хотя, может, мне так повезло, что враги сами резали под мой пулемет Да и сами роботы Я не из тех людей, что копается в лоре персонажа перед тем, как сыграть за него Да и какой тут лор, у нас здесь роботы все-таки Ну, хотя бы озвучку, я думаю, им подвезут со временем А то на поле боя вы слышите только звуки выстрелов до комментатора, редко вбрасывающего пару слов И это не придирки Я правда хочу, чтобы игра не пропала без вести И на релизе смогла составить конкуренцию гигантам жанра hero-шутер Здесь довольно много интересных нововведений, которые я раньше нигде не видел Затачивание каждого робота под себя и несколько вариантов оружия Тем самым вы получаете не четыре, а гораздо больше персонажей Ведь все это способно сильно изменить геймплей Также про карты По дизайну они неплохи Именно по левел-дизайну Сразу понятно, куда и как быстрее пробежать Вы прямо с респа попадаете обратно в битву Но вот с палитрой цветов тут, как по мне, вышло немного монотонно По крайней мере на тех картах, что я видел Хотя, может, это задумка такая, мол, техно, роботы... Тогда вопросов нет В общем, советую вам поиграть, как только игра появится в открытом доступе Я думаю, тут случаи никогда хотят тупо скопировать популярный нынче жанр И на этой волне выехать А когда люди, отвечающие за разработку, действительно хотят сделать хорошую игру И трепетно относятся к своему детищу Желаю им успехов А вам спасибо за просмотр Надеюсь, обзор получился информативным Я старался, ибо у меня есть мотивация затащить вас в эту игру Удачи вам И скоро вновь услышимся Редактор субтитров А.Семкин